Зарплата председателя и бухгалтера ТСЖ «Сокол» стала камнем преткновения. Раскол в доме на Шубинах 33 случился год назад, когда руководство ТСЖ сообщило, что сумма в квитанции начислений заработной платы бухгалтеру и председателю у каждой квартиры будет своя, в зависимости от площади жилья. Раньше все платили одинаково. Они нам не объяснили, почему они так вдруг решили. Это, я думаю, уже из-за какого-то конфликта произошло, наказать трехкомнатные квартиры. Потому что у бывшего председателя внук живет в однокомнатной. И она сказала, не хотите, меняйтесь на однокомнатную. Вы представляете, мы всю жизнь прожили, у нас было трое детей, двое, трое детей. И нас устраивала эта квартира. В таком возрасте мы должны уходить в однокомнатную. Это даже смешно. Однокомнатные квартиры все устраивает. Двушки тоже молчат. А значит, единодушия у собственников нет. К тому же, общее собрание проводится очень редко, примерно раз в год. А потому претензии накопились к руководству ТСЖ самые разные. Лучше бы занимались делами, которые должны люди. У нас годами не платят, пустуют квартиры, не платят за квартиру. Они этим не занимаются. У нас не было субботника ни разу. Мы убираемся вдвоем. Вот в газоне мы убираемся, вот цветы мы сажаем. Это мы все сами сажаем. И председатель не работает, и бухгалтер тоже не работает. Вот так. Специалист в сфере ЖКХ, экономист Галина Варфоломеева, поясняет. Очень зря, что руководство ТСЖ редко встречается со своим работодателем, то есть собственниками. Платить за услугу пропорционально метражу квартиры – норма, принятая много лет назад. Каждая ТСЖ само определяет затраты на содержание дома на год. Деньги суммируются, делятся на 12 месяцев года и на площадь дома. В дальнейшем заработная плата, которая начисляется, как я уже сказала, по штатному расписанию, она перевыставляется как содержание общего имущества собственникам. И поскольку зарплата председателя и бухгалтера является управлением организации, что является составной частью содержания общего имущества, то вот в данной ситуации это уже распределяется в зависимости от квадратного метра в соответствии со 39-й статьей ЖКХ. В то же время большая квартира – это совсем не минус, а скорее плюс. Чем больше квадратных метров, тем большим количеством голосов владеет собственник. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.